Я хотел в Европу. Но разве это Европа? Челли Хубель. Политикин, Дания. 7 апреля 2018 года. Как и большинство других европейских стран, Дания отказывает множеству мигрантов и беженцев в убежище. Сейчас в особенности афганцам. Внезапно беженцы начинают стремиться в новые места по всей Европе. Многие останавливаются в Париже, где тысячи людей живут в тонких кемпинговых палатках под мостами, на улицах и на решетках тепловых колодцев. Кто-то от такой жизни умирает. Трое мужчин в чистых ботинках и с чемоданами на колесиках осторожно идут по пыльной тропинке вдоль ответвления автострадой в сторону порт-дели Шапель, неприветливого и запущенного района на северо-востоке Парижа. В конце тропинки, вклинившись между двумя шоссе, разбиты несколько палаток. На первый взгляд это похоже на один из несанкционированных лагерей беженцев, которых немало в этой части мегаполиса. Но люди между палаток двигаются очень странно и хаотично. Они напоминают зомби. Мужчины спешат обратно. Очень быстрым шагом. Лица у них растерянные, ведь оказалось, что они пришли к лагерю наркодилеров и наркоманов. Стоящий на краю вонючего, грязного лагеря парень стреляет себе в лодыжку. Мы только что приехали на автобусе, и нам нужно найти, где жить, говорит самый молодой их троих мужчин. Он говорит по-датски, хотя сам из Афганистана. Я жил в Альборге три года. Мне отказали, и теперь я бы хотел пожить в центре для беженцев здесь. Политикин, но тут, в Париже, таких центров нет. Что? Люди спят на улицах, под мостами. Хе-хе. Похоже, он думает, что мы над ним подшучиваем. Его зовут Асматула, и ему 24-го года. Двое его приятелей, чуть постарше. Они просто стоят и молчат, переваривая полученную от нас информацию. Но как долго нам придется спать на улице? Спрашивает Асматула. Мы недавно говорили с одним человеком, который провел так 4 месяца. 4 месяца. Свобода, равенство и братство. Мы показываем ему и его друзьям дорогу к ближайшему месту, где неправительственная организация, НПО, УТОПИА-56, УТОПИА-56, раздает беженцам кофе, бананы и хорошие советы. По пути я спрашиваю Асматулу, почему он уехал из Афганистана? Афганистана. Мой отец и дядя были в Талибане, организация запрещена в России, объясняет он. Они хотели, чтобы и я тоже вступил в Талибан, а я хотел лишь доучиться и стать лаборантом. Так что мне пришлось сбежать, говорит он, и если я вернусь, они меня убьют. Понимаете? Асматула, лишь один из многих беженцев, которые, недавно получив отказ в убежище в Дании, Норвегии, Швеции, Германии и других странах ЕС, решили поехать во Францию в надежде, что там у них будет больше шансов. Многие проезжали через Париж по пути на север или в Кали, чтобы попасть дальше в Англию, но сейчас французская столица все чаще становится для беженцев конечным пунктом, последним шансом на жизнь в Европе. Если только, конечно, кто-то не захочет уйти в подполье и остаться здесь нелегально. В то же время через Италию постоянно прибывают новые беженцы из Африки, из Ближнего Востока или из стран еще дальше на Востоке. Здесь, в Порт-деле Шапель, на самом деле есть официальный центр для беженцев. Он находится на противоположной стороне многополосной хаотичной дорожной развязки, по которой несутся потоки автомобилей и автобусов. Центр для беженцев, где люди могут ночевать до 10 дней, пока власти рассматривают их случай и решают, отправят ли человека в другой центр на окраине Парижа или отослать в провинцию. Здесь беженцев делят по категориям, одних отправят назад, туда, откуда они пришли, а другим счастливчикам позволят подать заявление на убежище во Франции. Но этот центр больше никого не принимает, рассказывает Эззи, Еззи, молодая женщина из Канады, волонтер Утопии 56. Он вот-вот закроется, и пока никто не знает, что будет вместо него. Политически есть активное желание не упрощать жизнь беженцам в Париже, констатирует она, когда мы стоим на углу и смотрим на участок земли под автострадой, где приютилась группа дешевых кемпинговых палаток, в каких здесь живут многие беженцы. Сейчас власти принялись расставлять на земле каменные блоки, чтобы никто не мог поставить палатку на этой территории. Какие-то французские скульпторы вырубили лозунги на некоторых их блоках. Свобода, написано на одном из них. Равенство, на другом. Братство. На одном из блоков мужчина спит под несколькими одеялами. У самого перекрестка небольшая группа африканцев устроилась прямо на тепловой решетке. Из-под земли через решетку поднимается тепло. Пару дней назад один мужчина, который спал на этой решетке, умер, говорит СЗИ. Это мы вместе с другими добровольцами его нашли. Мне просто нужна свобода немного дальше на восток. В порт-деле Вилет, расположен самый большой палаточный лагерь, протянувшийся вдоль канала Сен-Деня, который идет через весь этот район. Под шестиполосной автомагистралью между огромным торговым центром и оживленной штаб-квартирой банку около 1,2 тысяч беженцев разбили свой лагерь. С одной стороны канала – суданцы. С другой – в основном уроженцы Эритрея, Эфиопии и Сомали. Сейчас, по оценкам сотрудников НПО, на улицах и под мостами в северо-восточном Париже живут около 2 тысяч беженцев. Час ночи. Собачий холод. Между палатками пробегает крыса. Потом еще одна. На краю лагеря пара мужчин ворошат палкой угли костра. Один из них – 18-летний Сэмюэль Эзеритрея. На нем меховая охотничья шапка, и он приглушенным голосом рассказывает о своем путешествии, которое пока что закончилось тут. Эта история напоминает тысячи историй других беженцев. Сэмюэль вместе со своим старшим братом бежал от войны в Эритрея, и они довольно легко добрались до Ливии, где их бросили в тюрьму. Там им почти не давали есть и пить, рассказывает Сэмюэль. Вместо этого их били ногами и палками. Многие заключенные погибли. Наконец, семье братьев в Эритрея удалось наискрести 10 тысяч долларов, которые они послали в Ливию. С помощью этих денег Сэмюэль вырвался из тюрьмы и на переполненной резиновой лодке вышел в Средиземное море, где его и остальных пассажиров подобрал корабль гуманитарной организации. Но мой брат так и сидит в тюрьме в Ливии. Денег на то, чтобы вытащить нас обоих, не хватило. Он планирует добраться до Англии. «Мне нужно учиться, мне нужны деньги, мне нужна свобода», – подытоживает Сэмюэль. Зеленые, сине-оранжевые крошечные палатки тесно сгрудились между массивными бетонными опорами моста, покрытыми граффити и лозунгами вроде «Рабы на продажу». В лагере – практически одни мужчины. Молодые мужчины. Ни детей. Ни стариков. Совсем немного женщин. Семьи так жить точно не смогли бы. «Посмотрите на это место», – говорит сердитый человек из Эритреи. «Я хотел в Европу». Но разве это Европа? Когда идет дождь, вода просачивается через трещины моста. Вода течет по лагерю и проникает сквозь пол палаток. Утром их обитатели развешивают свои постельные принадлежности на просушку на деревьях. Помимо утопии 56 и «Врачей без границ», по-видимому, нет никаких других гуманитарных организаций, кого интересовали бы эти люди. Группы добровольцев, собирающиеся по собственной инициативе, следят за тем, чтобы беженцы не умерли с голода. Волонтеры приносят одежду и новые палатки и одеяла, после того как полиция очищает территорию, что происходит регулярно. Иногда полиция вывозит людей в лагеря за пределами Парижа. Порой они оставляют их на улицах. Вчера полиция распыляла перцовый спрей в глаза людям, которые стояли в очереди в центр для беженцев. Порт-деле Шапель, говорит Элиас, Элиас, из Сомали, потому что они плохо соблюдали очередь. На часах, почти 6 утра, парижане спешат вдоль канала на работу. Проходя мимо палаток, они ускоряют шаг. Трусят мимо первые бегуны. Автомобильное движение на шоссе у нас над головами уже плотное. Вдалеке по мосту грохочет поезд. Парижане равнодушны от лагеря африканцев. Недалеко до Гардио-Норд, Гаридо-Норд, где мы встречаемся с юристом Флоренс Смит Нильсен. Флоренче Смит Нильсен. Она большую часть времени тратит на помощь беженцам. Мы устраиваемся в кафе, и Флоренс Смит Нильсен, которая замужем за дачанином, подтверждает, что сейчас во Францию приезжает множество афганских беженцев, так как их высылают из Дании и других стран ЕС. Некоторые пытают счастье еще в Италии и Испании, но большинство отправляются во Францию. И это настоящий хаос, говорит юрист. По ее мнению, во многом в этом Хайсе виновата так называемое Дублинское соглашение. Это соглашение подразумевает, что именно та страна ЕС, которая первой приняла отпечатки пальцев беженца-иммигранта или первая оценивала его запрос на убежище, и будет в итоге ответственной за рассмотрение заявки. Из-за географического расположения Франции практически все беженцы, которые попали туда, успели зарегистрироваться в другой стране ЕС. Поэтому, строго говоря, страна могла бы с Дублинским соглашением на перевес выгнать большинство прочь. Но обработка дела сложна, и в процессе часто допускается такое множество ошибок, рассказывает Флоренс Смит Нильсен, что некоторым беженцам удается продраться через бумажные дебри и получить разрешение просить убежище во Франции. Другие же предпочитают, если им выпадает высылка, уйти в подполье и остаться жить в стране нелегально. Эта логика дублинского регламента бросает людей то туда, то сюда, как шарик для пинг-понга. Ужасный механизм. Они могут ездить из одной европейской страны в другую годами. Это чистое безумие. Франция пытается ускорить рассмотрение дел. Должно быть легче избавляться от беженцев, чей случай подпадает под дублинский регламент. Должно быть еще труднее получить убежище. Страна следует той же тенденции, что существует и в других европейских государствах. Но, несмотря на то, что правила все более ужесточаются, есть хорошее объяснение, почему столько афганцев едут именно в Париж, рассказывает Флоренс Смит Нильсен. 83% афганцев, которые в 2017 году смогли подать запрос об убежище после обычных процедур, действительно получили убежище. В Дании же таких всего 17%. Информация об этих цифрах очень быстро распространяется среди афганских беженцев в Европе. Политикин, а как жители Парижа на самом деле относятся к беженцам? Они не знают, что тут есть беженцы, отвечает Флоренс Смит Нильсен. Они не хотят этого знать. Когда я говорю людям, что помогаю беженцам, они спрашивают, а что с ними? Как Флоренс Смит Нильсен относится к своему президенту, Эануэлю Макрону? Он хуже всех. Он ведет политику, как у крайне правого крыла. Он делает все, чтобы ограничить права беженцев, говорит юрист. И хотя он и обещал убрать людей с улиц, ему на это, по сути, наплевать. И тем французам, кто не живет поблизости от этих нелегальных лагерей, тоже все равно. Больно произносить ее имя на улице Кедежемап неподалеку от станции метро Жорис, Напротив костела Мира и Любовь, Пиачи Антлови, расположен офис, который становится первой остановкой для беженцев, ищущих убежище во Франции. Всю ночь люди лежат в виде очереди в своих спальных мешках на тротуаре, лишь бы непременно попасть внутрь. И когда им это удается, они ничего не получают, кроме назначенной даты встречи, которая может случиться лишь через несколько недель или месяцев. И в другом месте города. Существует соглашение с префектурой, тем органом власти, который берет у них отпечатки пальцев и проверяет по базе данных. Если отпечатки уже были взяты в другой стране ЕС, то их как подпадающих под дублинский регламент как можно быстрее вывозят обратно в ту европейскую страну, через которую они въехали в Европу. Афганец Саид, Саид, пока до этого этапа не добрался, он прибыл в Париж два дня назад с 20 центами в кармане и нашел лагерь в метро Жорис, где живут исключительно афганцы. Здесь порядка ста палаток стоят вдоль канала Сень-Мартини подалеку от пожарной станции музыкального центра Пуантефемер, Пантефемере, чье кофе выходит окнами на канал. И парижане глазеют на них сверху и фотографируют, словно те, животные в зоопарке. Сегодня на улице по весеннему тепло, и хорошо одеты молодые посетители кафе берут напитки с собой на набережную, смешиваясь с афганскими беженцами, которые сидят в своей грязной обуви и жуют сегодняшнюю порцию еды из пластиковых контейнеров, привезенных в фургоне волонтерами. Саид, приятный парень лет 22-х, в бегах он уже два года. Он пришел в этот лагерь, чтобы быть вместе с соотечественниками. Но у него не было палатки. Один человек хотел ему ее продать за 14 евро. Но, как уже было сказано, у Саида не было денег. Мужчина сказал ему, что тот может взять палатку, а заплатить позже, когда у него появятся деньги, но это будет стоить уже 20 евро. А сам он, очевидно, получил палатку бесплатно от НПО. Саид, это специалист, и у него был маленький компьютерный магазин дома в Кабуле. Он жил очень неплохо. Но почему тогда он бежал? Ответ пришлось вытягивать слово за словом. Это случилось из-за девушки, в которую он был влюблен. Они были любовниками почти два года. Тайными любовниками, потому что они его, ни ее родители этих отношений признавать не хотели. Там нельзя просто взять и выбрать себе партнера. Однажды родители обо всем узнали. Тогда мы решили бежать в другую провинцию, говорит Саид. Но сначала мы решили зайти в ресторан и поесть. А в это время отец моей девушки, полицейский, обнаружил, что ее нет в комнате. Он тут же объявил розыск. И когда мы отъехали от ресторана на такси, нас внезапно остановила полиция. Они отвели меня в участок и продержали там два дня. Когда он пришел домой к родителям, они сказали, ты нам больше не сын. На следующий день в дверь постучал брат его возлюбленный. Он тоже полицейский. С ним были несколько товарищей. Они были вооружены. Саид видел это из окна. Он не открыл дверь. В спешке он вместе с родителями бежал в провинцию Улагар, откуда их семья родом. Но даже там он не был в безопасности. К ним пришел дядя и сказал, что Саиду нужно покинуть страну. Он не видел свою возлюбленную вот уже два года, с того дня, как их такси остановила полиция. Ты пытался ей звонить? Я звоню ей каждый день. Я ей вчера вечером звонил. Но трубку никто не берет. Как зовут твою девушку? У меня все болит внутри, когда я произношу ее имя. Ее зовут Нарга. Все дерьмо. Но мы возвращаемся в порт де Лешапель, к сумасшедшей развязке с закрывающимся центром для беженцев, который устроен в старом ангаре. Полицейские охраняют вход. 20-25 беженцев стоят в очереди, чтобы войти. Некоторые лежат в спальных мешках вдоль забора. На фундаменте опор автомагистрали кто-то написал краской из баллончика. Никакого дублина. Еще через пару метров написано желтой краской, Лешапель, ворота в ад. Мы перебегаем на разделительный участок земли на противоположной стороне развязки, где из решетки поднимается тепло. Высокий человек в куртке парки и сидит на бетонном ограждении. По его словам, он из Сенегала. На решетке под одеялом лежит его молодой соотечественник. Третий мужчина, из Судана. Он стоит и раскачивается, пустым взглядом уставившись в никуда. Это мой брат тут умер два дня назад, говорит Сенегалец из глубины мехового капюшона своей парки. Конечно, это был некровный брат, но не успели стать друзьями на этой решетке, пока ждали. Чего ждали? Какого-то развития событий. Настоящих документов. Возможности войти и наконец-то хорошо высыпаться ночью в центре. В центре, который больше не принимает людей. Они гоняют нас из одной конторы в другую. Понимаете? Того человека, что умер позавчера, звали Карим. Он был из Судана, и у него было слабое сердце, говорит Сенегалец в парке, который не хочет назвать свое имя. А еще у Карима было заболевание кожи. Я каждый день ходил к сотрудникам НПО вон там, на другом углу, и спрашивал, не могут ли они вызывать скорую помощь, говорит Сенегалец, оказывая руку в сторону утопии 56. Возможно, Карим был пьян в тот день, и из-за этого что-то пошло не так, говорит Эззи из французского НПО. Возможно, его сердце остановилось из-за контраста тепла, которое шло снизу, и жгучего холода сверху. Это ложь, Карим не пил алкоголь, говорит человек в парке. Его друг был болен. Когда спишь на улице, заболеваешь. У него у самого проблемы с легкими. На одном из каменных блоков под автострадой в нескольких метрах от решетки лежит множество цветов. И кто-то выбил на камни надпись, Карим, 1988-2018 годы. Мы идем обратно к очереди у центра ангара, чтобы спросить людей, знают ли они, что центр закрывается. Они об этом прекрасно знают. С другой стороны, никогда нельзя быть уверенным наверняка. Может, им повезет. В очереди много женщин. Одна с ребенком в коляске. Большинство – афганцы. Некоторые ждут 20 минут. Другие – пять дней. Они несколько лет жили в Швеции, Норвегии или Германии. Они давным отказали в убежище. Все дерьмо, произносит по-немецки один афганец из Мюнхена.